Республика Калмыкия Конечно, волки на территории заповедника есть, и результаты их дерзких вылазок приходится видеть часто. Но чтобы вот так, средь бела дня, практически не обращая внимания на присутствие человека, не обращая внимания на территории заповедника. Но это, по всей видимости, самец, конечно, темная уже шерсть в районе грудины, головы, где бакомбарды. Так, запишем его на дневник, координатное место встречи, гибели. Почему это быстрое животное, предки которого пережили своих могучих современников-мамонтов, не смогло спастись от преследователей? Чтобы ответить на этот вопрос, познакомимся поближе с этим удивительным существом, ставшим символом бескрайних калмыцких степей. Весна в калмыцкую степь приходит рано. Земля, пропитанная скудными талыми водами, буквально взрывается зеренью. Степь вновь оживает, стремясь отвоевать крупицы воды у жаркого солнца. Но солнце победит. Это буйство зелени продлится недолго, всего несколько недель. Уже в мае температура здесь поднимается выше 30 градусов. Многочисленные обитатели степей, каждый по-своему, стараются укрыться от палящего зноя. Многочисленные обитатели А вот ящерицы вертихвостки, жара как будто нипочем. Как призрак пустыни, она постоянно подает кому-то загадочные сигналы. То ли указывая границы своих владений, то ли стараясь сбить с толку своих врагов. Но и среди этих степных просторов есть свои оазисы. Вода, даже такая как эта, здесь самая большая ценность. Она поступает на поверхность из заброшенной скважины. Как и все вокруг, вода насыщена солью и для человека непригодна. Но это не смущает ни журавлей, ни тресогузок, ни пернатых хищников, которые собираются здесь в больших количествах. Приходят на водопой и сайгаки. Сайгаки – это единственный вид диких копытных животных, доживших до наших дней со времен последнего оледенения. Эволюция хорошо подготовила этих животных к жизни в суровых условиях степи. Этот необычный формы нос, похожий на короткий хобот, выполняет очень важную функцию. В летнее время он фильтрует степной воздух от пыли, а зимой согревает его. Защищен сайгак и от пронизывающих степных ветров. К зиме он обрастает теплой, почти белой шерстью. Сейчас она клочьями свисает с боков, придавая животным довольно неопрятный вид. Но сайгаков мало заботит их внешний облик. Впереди у них самое важное событие – рождение детенышей. Это очень ответственный период для сотрудников заповедника Черной Земли. Природа дает им всего три дня, чтобы провести учет новорожденных сайгача. Вот сейчас мы наблюдаем, как со всех сторон заповедника сайгак начинает сбиваться в одно общее ротельное скопление. Когда и куда отправятся самки приносить потомство? Вот вопросы, на которые необходимо ответить сотрудникам заповедника. Рабочий день в заповеднике Черной Земли начинается еще до восхода солнца. С кордона от Сан-Худук выезжают сразу несколько групп, чтобы вести наблюдение за своенравными сайгачьими стадами. Определить, где будет проходить отел, совсем непросто. Перед родами самки уходят в самые глухие места, подальше от водоемов. Так они защищают себя и свое потомство от хищника. Сайгаки легко переносят жажду, а вот их основной враг, волк, не уходят далеко от места водопоя. В степи любая возвышенность – большое преимущество. Поэтому по всей территории заповедника установлены наблюдательные вышки. Отсюда легко заметить и браконьера, и отследить перемещение сайгаков. У старшего научного сотрудника заповедника Хонгора Манджиева и специалиста Центра охот-контроля Сергея Сидорова очень важная задача – не упустить момент начала отела. Дело в том, что первые три дня жизни сайгачата проводят практически без движения, затаившись в траве. И только в эти дни можно провести полноценный учет новорожденных. С вышки хорошо видно, как самки скапливаются на равнинной местности. Это и есть их родильный дом. Судя по всему, отел уже начался. Но, чтобы в этом убедиться, нужно подобраться поближе. Первых сайгачат замечают прямо из кабины автомобиля. Обычно самка сайгака приносит двух детенышей, и реже одного или трех. Пасутся самки в окрестностях, на расстоянии двух-трех километров, отвлекая таким образом хищника. И приходят только, чтобы покормить сайгачат. Эти малыши родились всего несколько часов назад. Основными показателями физического состояния новорожденных являются длина и вес. Длину тела измеряют от кончика носа до основания хвоста. Обычно она составляет 60-65 сантиметров. Вес определяют с помощью простой веревки. Это самый удобный и быстрый способ взвешивания. Здоровый сайгачонок весит 3-4 килограмма. Эти процедуры, конечно, пугают детенышей. Но выполненные быстро и грамотно, они не наносят никакого вреда. Неподалеку хонгар находит еще одного сайгачонка. Это самец. Даже в таком юном возрасте у будущего хозяина гарема на месте рогов прощупываются бугорки. По завершении измерений нужно обязательно прикрыть глаза и успокоить детеныша. Очень скоро вернется мать. И напившись вкусного молока, сайгачата совершенно забудут о страшном приключении. В том, что отел начался, теперь нет никаких сомнений. И уже завтра можно начинать учет. Степи Калмыкии уникальны и неповторимы. После создания заповедника Черные земли и прекращения сельскохозяйственных работ степь начала восстанавливаться. Особенно много здесь птиц. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сайгаки всегда были неотъемлемой частью степной экосистемы Калмыкии. Изменение численности популяции неизбежно влияет на хрупкую систему взаимосвязей обитающих здесь организмов. На протяжении многих лет заповедник ведет большую работу по восстановлению в степи естественных процессов. И увеличение численности сайгака самая важная задача. Данные весеннего учета это наиболее точный индикатор состояния популяции сайгака. Вот почему подготовка ведется так основательно. В работе участвуют и сотрудники заповедника, и специалисты научных организаций, и ведомственных учреждений, и даже волонтеры. Учетчики разделяются на группы и выдвигаются на свои участки. Сейчас разойдет, одна группа пойдет с этой стороны дороги, а другая с этой стороны. И по пустышке лучше не ходить. Подошли, посмотрели в балочку, вот они как стоят. Раз, вот там, вот, вот. Устраиваемся цепь и прямо выходим на запад. Как сайгаченко встретили, мы же одной линией идем. Чтобы не кричать, не свистеть, руку подняли, постояем друг на друга, дистанцию линия должна быть прямая, чтобы никто вперед не заходил. Если один вперед заходит, мнимое движение, мне кажется, что я должен поворачивать. А я буду контролировать вас по направлению. Я точку забил себе промежуточную, сейчас на границе Демижа, наша заповедника, до нее дойдем 5 километров, и дальше еще 4,5. Ну, короче, 9,5 километра у нас общий маршрут. Ну, давайте. За три дня необходимо охватить всю территорию родильного дома. Задача непростая. Группам нужно проходить по 10-15 километров под палящим калмыцким солнцем. Где находится сайгач? На отрезянии мы. Сайгак есть там районы? Нету. Они должны зафиксировать каждого найденного сайгачонка и записать в журнал результаты измерения. Затаившихся в траве сайгачат заметить непросто. Цвет шерсти в них такой же, как и цвет земли. Такая маскировка помогает детенышам выжить, но сильно осложняет работу учетчиков. На следующий день все повторяется. Меняется только схема маршрутов. Видимо, это самое правильное решение. Северная сторона концентрация сайгаков. Дальше перемещаться не имеет смысла, а вам нужно уже настраиваться на вот этот край и юго туда продвигаться маршрут примерно пять часа на три. Но природа, как это часто бывает, не желает играть по придуманным правилам. Уже пройдена треть маршрута, а результата нет. Приходится на ходу менять условия игры. Сейчас ты проведешь, они же не стоит их прийти. Дошли до границы заповедника. Смотрел бинокль, там сайгаков не видать. Разворачиваемся, сейчас идем на восток в сторону Волги, где мы, когда мы утром ехали, видели группу сайгаков, одна группа учетно высадилась, а мы закольцевали данную концентрацию сайгаков. Продвигаемся на восток в той концентрации. Возможно, она там поедет. двойня. 540, все. Похоже, правила продолжают усложняться. Малыши уже достаточно окрепли и готовы поиграть с учетчиками в догонялке. Такая активность сайгачат говорит о том, что массовый отел заканчивается. Уже через неделю сайгачата будут неотступно следовать за матерью, а через две начнут бегать так же быстро, как и взрослые. завтра учетчики возможно уже уже не смогут провести ни одного измерения. Но в полевые дневники все равно будут заноситься данные о дистанционных встречах, о смертности сайгачат в первые дни после рождения и работа продолжится уже в научных лабораториях. Садитесь, садитесь. Что это не просто договорили? Пеший учет не единственный способ определения состояния популяции сайгака. Для оценки общей численности сайгака с недавнего времени стали применять беспилотные летательные аппараты. Запускают беспилотники ранним утром, пока ветер еще не сильный. Все делается строго по команде. Готов. 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 Миниатюрный самолет, пролетая по заданному маршруту, проводит фотосъемку учетной территории. Полученные фотографии в дальнейшем обрабатываются с помощью специальных компьютерных программ. Вот скопление пошло. Этот способ имеет несомненные преимущества. Бесшумный летательный аппарат не нарушает покой животных. За короткое время он охватывает большую площадь, а специалисты в режиме реального времени получают необходимую информацию и могут корректировать свои действия. И все же эта методика до конца не отработана. Полеты беспилотника не могут охватить сразу всю территорию. И выполненные в разные дни не дают точной картины. Ведь сайгаки постоянно перемещаются. И где гарантия, что одно и то же скопление животных не будет зафиксировано дважды? Над этой проблемой и ломает голову директора заповедника черные земли. не нужно такую что мне нужно посмотреть чтобы знать тогда легче подсчитать и легче экстраполировать. И более-менее точно данные выйдут. На следующий год сделаю такое. Десять самолет возьму и за один день пройду. Последние данные состояния популяции сайгака вызывают большую тревогу. Специалисты насчитывают сейчас около десяти тысяч сайгаков. А ведь когда-то по этим степям бродили миллионные стада этих древних антилоп. Причин такого катастрофического сокращения численности сайгака несколько. Но самое главное это браконьерство на спортивных мотоциклах. Сайгаки могут развивать огромную скорость более семидесяти километров в час. Но бежать долго с такой скоростью они не могут. В результате загнанное животное становится легкой добычей браконьера. И все же шансы сохранить популяцию сайгака есть. Несмотря на сравнительно короткую жизнь около десяти лет сайгаки имеют невероятно высокие темпы размножения. За несколько лет популяция может увеличиться в несколько раз. Надо лишь дать ей эту возможность. Этим и занимаются инспекторы заповедника и в жаркие летние дни и в промозглые зимние ночи. Снег в заповеднике Черные земли выпадает редко. А если и выпадает, то надолго не задерживается. Недаром эти земли назвали черными. Такое быстрое таяние снега объясняется чрезвычайной соленостью этих почв. В начале зимы у инспекторов заповедника работы прибавляется. Десятый, десятый, восьмом. Десятый на связи. Крутой сайгак в районе красного коневода около полуторых тысяч. Принят. принял. На GPS координаты запишите. И до связи. До связи. В декабре сайгаки начинают мигрировать в южную часть степей. Впереди у них брачный период гон. А для инспекторов заповедника это время зимнего учета поголовья сайгаков. Сейчас примерно полторы тысяч сайгаков двинулось в направлении запада. Вчера также в количестве двух с половиной тысяч они зашли туда в заповедник. Сотрудники заповедника ждут начала массовой миграции. Основная задача не только подсчет численности, но и определение процентного содержания самцов в стадах. Ведь именно самцы становятся жертвой нелегальной охоты. И виной тому рога, которые используются в восточной медицине. Массового скопления сайгаков пока не видно. Миграция только началась. Да и белые зимние шубы сливаются с неожиданно выпавшим снегом. Но многочисленные следы подтверждают, что сайгаки уже здесь. И скоро начнутся брачные турниры. Вот мы только что дошли до того места, где прошла тропа. Сайгак мигрировал центральную часть заповедника. Проблизительно тысяч пять сайгаков прошло. за ночь снег исчез. Название Черные земли вновь оправдалось. 17 17 10 17 10 сайгаков связи. Повтори, не понял. Сколько сайгаков говоришь, в каком районе? Около двух тысяч сайгаков от Старого Ахидовской движутся на запад. Как понял? Понял. Вон бегут они. Мы в районе Городряковского моста видим сайгака, пока количество не определили. Двигается в сторону Успятого. Как понял? Принято. До связи. До связи. Наблюдать животных, которые с легкостью развивают скорость 70 км в час непросто. В ближайшие дни инспекторы заповедника намотают не одну сотню километров, следуя за постоянно перемещающимися стадами. Число взрослых самцов популяции – это очень важный показатель ее состояния, признак выживаемости вида. Наблюдения последних лет показывают, что количество самцов сайгака постоянно снижается. Сейчас доля взрослых рогалей в калмыцкой популяции составляет менее одного процента. Это катастрофически мало. Мало настолько, что если не принять срочных мер, то полное исчезновение диких сайгаков с территории Российской Федерации может произойти уже в ближайшие несколько лет. гону сайгаков продолжается всего несколько дней. Но и этого достаточно, чтобы жизнь самцов оказалась под угрозой. Многие самцы настолько ослабевают, что становятся легкой добычей своего естественного врага – волка. Сотрудники заповедника часто встречают свидетельства непростой жизни сайгаков. Вот погибший самец. Конечно, это волкобой. Судя по свежести, это прошлогодний, прошлую зиму. Это уже после гона. Уставшие самцы обессиленные, скрываясь в барханах, просто-напросто попались волкам и погибли. Когда наблюдаешь жизнь, неизбежно приходится встречаться со смертью. Но смерть самца была не напрасна. Он, как и многие другие, передал свои гены новому поколению. И очень скоро его потомки тоже будут участвовать в турнирах за право быть первым. И стук их рогов будет разноситься над бескрайней калмыцкой степью, как свидетельство того, что весной самки принесут здоровых и крепких сайгача, как две капли воды, похожих на красавца роголя. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok